Здравствуйте! В студии журналисты медиапортала «Столица Нижней» Сергей Костенко и Светлана Кибалина. И вы смотрите программу со всех сторон, в студию которой приходят только разносторонние личности. Мы рады, что вы на нас смотрите. И если вы на нас смотрите в первый раз, ну и если даже не в первый, сегодня мы будем протаптывать, прокладывать путь к вашим сердцам одним испытанным способом. Правильно, этот способ давно известен, испытан. Это путь через желудок. И нам сегодня поможет наш любимый шеф, любимый бренд-шеф сети ресторанов «Домашняя Италия» Игорь Артамонов. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сначала познакомимся с вами поближе. С удовольствием. Игорь Артамонов, основатель и бренд-шеф сети ресторанов «Домашняя Италия». До переезда в Нижний работал шеф-поваром московских ресторанов «Мон Кафе», «Ностальжи», «Органик Кафе». Бронзовый чемпион гастрономической олимпиады в Эрфурте. Призер международного кулинарного конкурса «Золотой Бакюс». Игорь Петрович, программа называется «Со всех сторон». Мы вас сегодня со всех сторон обойдем и со всех сторон расспросим. С удовольствием. Вопрос самый первый. Еда и вы – это любовь с самого детства? С первой ложки. Да нет, это осознанное было решение, которое, в принципе, было четко определено еще в совсем молодом возрасте, и с него практически не сходил. При любых обстоятельствах, потому что времена были своеобразные, там, Советский Союз, распад и так далее, но четко была линия мной выбрана, и в ней я шел до конца, до того уровня, который я сейчас имею. А почему? А почему, да. Вы в детстве почему? Любили готовить. Вы знаете, банально, наверное, ну, так, наверное, напутствовала мама в свое время, и когда были какие-то искушения, потому что и в юридическом институте учился, и были разные направления, но все равно судьбу возвращала меня в гастрономию. А мама вас напутствовала? Она сама была поваром? Нет, она с точки зрения практичного, чтобы... Чтобы дома холодильник был полон. Да нет, наверное, чтобы была всегда работа, и было увлечение, потому что она в свое время много была в западных странах, и видела, что культура еды совершенно другая, и специалисты в этой области имеют национальное, как бы, достояние. Она говорила, иди в этой области и развивайся. А почему тогда именно Италия? Потому что на Западе много прекрасных кухонь, а вам полюбилась именно итальянская? Я не могу сказать, что мне полюбилась вообще какая-то кухня. Я отношусь к гастрономии вообще к направлениям очень спокойно, ко всем, потому что где-то есть свои плюсы, есть свои нюансы, минусы. А сам по себе я могу сказать, что я больше специализируюсь по французской кухне, и более профессионально не разбираюсь. Почему? Потому что все-таки французская кухня является родоначальником всех кухонь. А итальянская кухня, она простая, понятная. Я хотел сделать еду, доступную для людей, чтобы ее могли повседневно кушать, и простую в гастрономическом отношении. Вкусно. Вкусно. А вы знаете вопрос какой? Итальянская кухня, насколько я понимаю, у нее главное ее достоинство – это качественные, свежие, хорошие продукты, да? А сейчас, ну, как бы все знаем, что ситуация, где вы их берете, потому что… У вас вкусно, правда. Вы знаете, я когда изначально делал концепцию домашней Италии, это изначально, еще когда не было такой ситуации сейчас рыночной, я хотел, чтобы были больше местные продукты, были, там, например, нижегородская мука, там, нижегородские масла, молоко, там, сливки и так далее. И я адаптировал эту кухню под российского еще в то время. И поэтому, когда настали период, когда стали санкционные водители, на ресторане никак. То есть, вы можете сказать, что то, что производят у нас в Нижнем Новгороде по качеству не уступает то, что выращивают в Тоскане, да? Ну, знаете, я могу сказать, что вот мука, например, она даже лучше качеством, чем, например, итальянская, две нулевки. А вот для производства макарон я все-таки использую 30% итальянской муки Симола. Мы ее пока, по-русски она называется крупчатка, мы ее пока, ну, качественно, ну, и массово не делаем. Но я думаю, что через два года, потому что уже мука эта появилась на рынке, технологии дробления уже есть, и я думаю, что мы точно перейдем совершенно в короткий срок. А больная тема сыры и мяса? Вы знаете, я использую сыры, и в большей части я использовал и российские сыры, поэтому еще раз, для меня это было не проблематично, кроме голубого сыра. Голубого сыра у нас не делают. Игорь Петрович, а какое самое первое блюдо, которое вы осознанно приготовили? Как повар? То, наверное, яичницу, как и все. Маленькие еще были? Ну, как и все мужчины, которые хотят быстро покусить. Она какая-нибудь была особая или просто? Вы знаете, там, ну, я как сейчас помню, там была такая, была отечественная колбаса с таким... Докторская? Не-не-не. С жиром. Не-не-не, да-да-да, с крупинками. С бенными. Когда я стал готовить, стал понимать, что я делаю, я постоянно задумывался и анализировал, что я делаю. Поэтому и пришел к тому, что, что бы я ни делал, я буду делать натуральную и качественную и полезную еду. Вот мама мне все время говорила, как ты местишь тесто с каким настроением, такой у тебя и будет продукт. Да, тесто. Это ведь жива, она как еда, как живая получается. Это тесто, да. Тесто, тесто, оно, у него есть странимость, у него есть... Обичность. У него есть, не обичность, у них все-таки, у теста есть память, у пшеницы. Именно пшеница, она вообще уникальный продукт, сама по себе пшеница. Сок из пшеницы, вот, который делают из проросков, он один из самых полезных продуктов. И сама пшеница, у нее есть кот, она запоминает кот земли, у нее очень большой макроэмик, наверное, не наверное, а самый большой, это любой химик, скажет, самый большой состав, элементный в составе, да. То есть, это все на самом деле, и еда может передать настроение повара, который это готовил? Еда может передать отношение повара. Я бы не стал идеализировать, потому что кулинария – это ремесло. Это не... Я не могу отнести кухню, как... К искусству. Это неправильно. То есть, научиться, если человек поставил задачу научиться, он из него получит хороший, крепкий такой повар. Да, но если он хочет что-то сделать особенное, то тут нужен талант. Вот по поводу учения, да. Надо идти, надо идти. Мы решили воспользоваться случаем, задать вопросы, специально пособирали по редакциям, все, что интересует наших девушек, чтобы... Такой блиц-запрос. Итак, на каком масле все-таки лучше жарить? Потому что все говорят, что он рафинирован, но в последнее время появилась информация, что оно канцерогенно. На каком масле жарить? Любое масло канцерогенно, если оно перегревается. Лучше всего желательно жарить на рафинированном масле. Потому что если масло холодного отжима, там больше ферментов, и они больше превращаются в канцерогены, что впоследствии очень сильно влияет на здоровье. Понятно. Как сделать так, чтобы еда не прилипала к ножу, вот когда режешь ее? Ответ простой, здесь надо иметь острый нож. А, если еда прилипает, значит, острый нож уже затушится. Ну, начинает, да, и вот раз, а он и прилипает. А когда ты шинкуешь или режешь? Понял. А обязательно украшать блюда, и согласно этикету, можно ли есть вот эти украшения из еды? Или их надо оставлять на тарелке? Можно и цветами там украсить, можно разные композиции делать. Но я считаю, что то, что лежит в тарелке, в круге, оно должно быть все для тебя. И если я все подъем, все эти украшения, это все прилично. Хлебушком собирают соус, либо остатки, это большой комплимент человеку, который готовил. Это прям, иногда это делают специально умышленно, чтобы показать, что это было уникальное блюдо. Я про тарелку. А зачем греют тарелки под пасту, например? Обязательно. Это специальная технология, и во всех ресторанах она должна быть. Тарелка должна быть от 60 до 70 градусов, потому что пока гость будет получать блюдо, оно просто остынет. А подача блюда должна быть не выше и не ниже 60-70 градусов. Это ресторанная практика. Ну и дома чем хорошо? Вы приготовили и сразу положили. Но если вы положили на 10 человек, то вы уже дадите не очень горячее блюдо. Поэтому можно предварительно духовку приготовили, и в духовочку положить эти 6-7 тарелочек на 50-60 градусов, и как раз будет горячее. А что сделать так, чтобы не плакать, нарезая лук? Потому что у нашей девушки, что они пробуют, все плачут и плачут. Я мочу водой. Вот глаза или лук? Нож. Смочить и лук, и нож, только не рукоятку, иначе у вас нож может провернуться, можете получить травму, и глаза водой. Как сделать, чтобы зелень, фрукты, овощи дольше не вяли, когда их хранят в холодильнике? Накрывать влажной салфеткой. Не в мешки полиэтиленовые? Задохнуться, если только недолго, лучше влажная салфетка, чтобы она была слегка влажной. А я вот слышу такой бабушкин совет, что покупаешь овощи, их не надо мыть, то есть нужно в грязном виде хранить, так они дольше сохранятся. Абсолютно верно. Клубню категорически нельзя мыть, она все, она станет маринованной. А помидоры можно хранить в холодильнике? Потому что говорят, что они там быстрее портятся. Если вы хотите, чтобы они дальше дозревали, то надо, как и банан, в комнатной температуре. Если хотите приостановить процесс, вас помидор устраивает, то в холодильнике. Сергей, раздевайся. Отлично. Я считаю, очень самый полезный программ за всю историю со всех сторон. Я считаю, что это так. Игорь Петрович, мы приглашаем вас еще к нам не раз, потому что мы только в начале нашего большого гастрономического обучения. Мы поздравляем вас с Днем Повара, с международным Днем Повара, который отмечается на этой неделе. И желаем вам приятного аппетита. Спасибо. И нам приятного аппетита в ваших ресторанах. Спасибо. Вы всегда мои желанные гости. Я очень люблю и вашу компанию, и с честью к вам прихожу, и всегда рад в съемках участвовать. И всегда рад вас видеть как гостей.